Всем здорова народ, попали на канал Дядя Некит, и если вы здесь впервые, то обязательно прожимай вот эту кнопочку и подписывайся на этот ютуб канал. Сегодня у нас с вами будет эксперимент FIFA Mobile, если вам понравится подобный формат, то обязательно дайте мне про это знать, я буду снимать дальше. Сегодня, как вы поняли по названию обложки ролика, я притворюсь нубом. Да, я притворюсь тем самым нубом, типом, который вообще не умеет играть в FIFA, который только скачал её недавно. Сегодня буду играть матч в равный реле БВС-атаке, буду делать какую-то херню и посмотрим на реакцию соперника. Если получится добиться какой-то реакции, если получится сделать так, чтобы соперник нам отправил смайли какой-то, то считайте, что у нас получилось. То давайте будем смотреть и анализировать сами. Понятное дело, что я буду играть, скорее всего, без рейтинга, то есть там есть такая фишка играть без рейтинга. Я буду играть без рейтинга, ну и, конечно же, прикалываться вместе с вами. Так что давайте реально, если пробуем такой формат, такая рубрика понравится, то я сделаю подобное и буду там делать, что типа притворился профи, притворился киберспортсменом и там выучу какие-нибудь тактики. Ну, короче, всё зависит от вас. Мы начинаем. Так, мы с вами залетаем в FIFA и давайте сразу же залетим в VS-атаку и притворимся именно там первый раз нубами. Конечно же, нажимаем играть без рейтинга. Зачем нам играть с рейтингом, если можно играть без рейтинга? И, кстати, соперник довольно-таки быстро оперативно нашёлся. Ух, давайте попробуем что-то придумать. Давайте поначалу... О, у нас, кстати, английский Ливерпуль Астанвила. Давайте сначала попробуем позабивать. Может быть, один-два забьём. Ну, а потом просто будем какую-то хуйню творить, там, свои ворота забивать и посмотрим на реакцию соперника. Всё-таки мы нубы, мы лохи. И, конечно же, будем делать это сам. Ну вот, давайте как раз-таки попробуем с первой атаки забить. Хотя состав у нас в целом топовый. Надо было состав сначала плохой, наверное, поставить. Ладно. А это уже какие-то полные формальности пошли. Так, давайте первая атака. Залатем забить. Вот мы забили. Отлично, мы забили. И теперь будем творить какую-то полную херню. Я знаю даже что. Нет-нет-нет. Так, это был плохой навес. Так, ладно. Вот, мы уже делаем херню. Я не знаю, как это будет смотреться. Так, отличный момент. Отличный момент. И давайте просто вот так вот сделаем. Просто фаршмачим всё абсолютно. Так, Трауре. Обью. Ни хрена себе Трауре дал. Так, всё, короче, просто бежим. Просто бежим назад. О, вот, есть! Уже стикер пошёл. Уже пошёл стикер. Отлично. Так, всё, мы бежим с ворота забивать гол. Так, Лапорта. Отлично, Лапорта. Выход 1 на 1 к ротарю. Передача в ротарю и будет ли забитый гол. Шмейхель забивает. Отлично. 7-1. Так, всё, класс. Это работает. Это работает. Можно забивать с ворота. Блядь! Какой пас плохой? Так, у меня ещё, кстати, так не громили, но сразу говорят, специальное поражение такое. Ну и как бы его, типа, не совсем сильно. Так, и десантование. Всё, поехали. Всё, бежим просто назад. Просто бежим назад, не обращая внимания на соперников. Есть! Всё! В разрезик. Туда. Блин, почему он вперёд делает? Всё, есть! Последний гол мы забьём, я думаю, с ворота. Ну, соперник, где стикеры? Дай стикер, по-братски, хотя бы парочку. Ну. Ну. И вот, отличный момент. Мы сейчас его специально зафоршмачим. Есть. Всё. Ну, где стикер? Короче, мы только один стикер получили. И то какой-то не очень. 1.13 мы проиграли. 2 гола у нас забил вратарь Шмейхель. Это прикольно. Давайте теперь пойдём играть в равную игру. А в равной игре показать на то, что я фуфел и лох, намного больше шансов. Потому что, потому что, там равная игра, там можно будет делать что-то такое, знаете? Что у нас делают лохи и фуфелы, и вообще такие, вы знаете, нубы и фифа? Что они делают? Они играют навесами, они играют забросами, они играют, то есть оно там время, либо ещё чего. То есть они просто играют на результат. Они не играют на красоту, они делают результат. Давайте сейчас тоже делать результат. Играть на красоту не будем. Так что, кто на меня подписан чисто из-за тики-таки или стеночек с комбинациями, можете смело сворачивать ролик. Сегодня у нас с вами будет дикая заруба, но на другом формате. Так, погнали. У нас Останвилла против Барселоны. Сразу, опять же, оперативно нашёлся соперник. Это вообще сенсация, я считаю, редкость. Так, давайте, знаете, как сделаем? Сначала забьём свои ворота, чтобы разводить с центра поля. И потом уже сделаем красоту. Так, ну-ка. Как раз идеально мы разводим. Так, сначала забьём свои ворота. Я жду реакции соперника. Я реально жду реакции соперника. Почувствует ли он что-то странное? Так, Шмейхель. Отлично, 0-1. Мы проигрываем. Шикарно. Шикардос. Просто великолепно. Так, мы пропускаем. Я, кстати, знаю то, что в равной игре, если 3 гола свои ворота забьёшь, то тебе техническое поражение дают. Мы это, конечно, делать не будем. Так, что теперь делаем? Мы не делаем красивый футбол. Мы просто даём на фланг. Мы просто даём на... Блядь, ски хуй. Здесь нет какой-то задачи выиграть. Наоборот, как раз-таки задача не забить. Задача, наоборот, как раз-таки проиграть слишком большим разгромом. И я надеюсь, соперник всё-таки получит какое-то удовлетворение, потому что кто ему ещё такой шанс предоставит победить, как мы? Так. Чё, делаем заброс? Так, делаем заброс. Заброс. Какой-то плохой заброс, ладно. Сейчас. Вот, заброс. Пошёл заброс. И охренеть, заброс прошёл. Я в шоке. Ебать пас дал. Вернер. Удар. И 1-1. Охуеть, какой гол сейчас только что я забил. Это просто, это марка FIFA. Это, блядь, кто у нас так ещё на ЗМБ играл? Вот, пожалуйста, банальный заброс. Я сделал заброс, блядь. Редкость, нахуй. И гол забил сразу же. Вот просто я ещё раз вам доказываю, как легко, блядь, забивать здесь голы. Тут можно даже не показывать какой-то скилл. И вы спросите, почему я вылетел на стадии 1-8 финала? Потому что я пытался показывать красивый футбол. Я не играл этими ебучими читерскими забросами и навесами. Всё. Пропустил, забил. Довольно-таки легко и быстро. Элементарно, Ватсон, легко. Так, он пытается делать какую-то набору-таки как раз-таки красоту. Вот он как раз-таки не хочет играть вот этими ебучими навесами. Так, что это такое соперник делает? Он дал назад. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то он пытается. Он пытается тянуть время, да? Кстати, да. Если мы будем вести в счёте, можно попробовать также тянуть время. Так, давайте мы отправим стикер. Получим ли мы ответный стикер в ответ? Вот это реально интересно. Прыжок. И мы пропустили гол. И мы пропустили гол со штрафного. Довольно-таки, кстати, обыденно. Обыденно. Но при этом... Ну, штрафные забросы, это очень читерные вещи. Я, кстати, на звёздной битве как раз-таки вылетел за счёт этих всяких читерных вещей. Я два пропустил с пенальти. А, один сейчас с штрафного, один с пенальти. Потом я пропустил с забросов, блядь. Давайте попробуем опять заброс. Заброс на кого? Заброс! Просто играем с ебучими забросами. У нас тактика Ростова, короче. С 2016 года чисто забросить. Забросить, пробить, забить, создать. Ещё один заброс, но у меня не получился. Первый тайм закончился. Давайте попробуем, может быть... У нас замен даже нельзя никак. Давайте вот чисто мышь-броуки. Давайте просто, блядь, всех позиций поменяем местами. Просто реально всех абсолютно местами поменяем. Всё, вот. Теперь мы точно ебучие нубы. И сейчас соперник, мне кажется, точно должен понять какую-то херню. Я не знаю, почему соперники такие тупые. Реально тупые. Почему они ничего не понимают и не видят? Так, настоящие броуки забивают со стандартов. То есть они позволяют себе в этой FIFA играть стандартами. Попробуем. Так, Пулешич. А, это Перешич. Это Пулешич. Ну, штрафной. Есть! Это штрафной. Так. Всё, это шанс. Это ёбаный шанс. И это Каутиня бьёт. Кавани через себя. 2-2. Кавани! Через себя дал, блядь. Вы видели этот момент? Вы просто видели этот момент? Эдинсон Кавани! Я забил голец через себя. Охуеть, какой красивый гол. Наоборот, должно быть некрасиво. Должно быть максимально некрасиво. Мы играем с Залахо... О, даже Смайлик отправил. Нихуя себе он отправил Смайлик. Всё, пацаны, мы от двух соперников с вами увидели Смайлики. Всё, это точно шикарно. Это точно круто. Это великолепно. Так, теперь давайте не пропустить Кикоффа, главное. Это реально самая основная штука. Не пропустить... Блядь, я реально всех просто позициями неправильно поставил. Они взяли, блядь, сейчас зарешали оба все. Я просто позиции игроков вообще не так сделал. Может быть, так и надо было на Звёздной битве играть и не париться вообще, блядь. Чё, опять навесим? Опять забросим? Так, соединение соперника нестабильно. Блин, плохо. Очень плохо. Он сейчас вылетит, походу. А, нет. А, он вылетел, блядь, он вылетел, чуваки. Ну, слушайте, 2-2. Учитывая, что я специально забил даже один свои ворота. Учитывая, что я специально поменял все позиции местами и играл максимально ублюдский футбол. Я думаю, это довольно-таки прикольно. То есть, в том плане, что, блядь, даже так, даже так меня выиграть не смогли. Это пиздец. Идёт 90-ая минута. Походу, дело у них будет последняя атака. У соперника, точнее. Ну, у батов. Так, у тяню. Блядь, дайте мне сделать заброс. Я прошу. Вот заброс пошёл. Блядь, нет, не прошёл. Ну, это читерная такая тема. Знаете, забросы, я понял, что забросы тоже надо уметь делать. То есть, кто умеет пользоваться этими забросами и забивает с них часто, он умеет это делать. Он умеет это делать. Блядь, не дали провести атаку. 2-2 мы закончили матч. Ну, что же я могу сказать по сегодняшнему выпуску. Мы с вами провели один матч в ВС-атаке. Один матч в равной игре. Мы с вами один матч дико проиграли, но это специально было сделано в ВС-атаке. А в равной игре мы сыграли с вами еще 2-2. Причем, учитывая, что один даже забили своего рота. Сделали специально все неправильные замены. Поменяли всех футболистов просто местами. И давайте просто взглянем на статистику. Статистика показывает то, что мы даже доминировали в какой-то степени. По владению, конечно же, мы специально... Владение мы специально давали сопернику. То есть, я специально выносил, я специально делал забросы. Но если посмотреть на гол Шмейхеля, то это просто полный... Я бы сказал, что это полный. Так, вот просто посмотрите на голец Шмейхеля. Я просто забил своего рота. Я на первых же минутах просто обозначил сопернику, что... Ну, типа, не будет вот так вот, как обычно у всех. То есть, будет именно все как-то по-новой. Кстати, у нас центральный защитник дал голевую передачу. Вратарь забил гол в этой рубрике. Охренеть. Ну, конечно же, мне понравился мой гол в исполнении Кавани. Я в обычной жизни, то есть, когда вот играю просто на результат, я так не забиваю. Тут получилось именно очень красиво. Хороший отскок. Хотя я хотел за Каутинью забить. В итоге такой отскок, что идеально на ногу Кавани. Блядь, здесь плохо было показано. И здесь плохой повтор. Почему повторы такие плохие? Короче, Кавани сделал великолепную красоту, которую забил через себя. Благодаря ему мы с вами и сыграли сегодня даже один раз ничью. На этом все. Если вам понравился такой ролик, как я притворился на бомб, как я специально сливал матчи. И хотя у меня, блядь, не получилось. Я хотел специально проиграть в двух матчах. Но в итоге в одном я проиграл, а в одном я сыграл в ничью. Хотя я даже, ну, чисто символически просто сделал все забросы и играл навесами. Посмотрим, что будет дальше. Если вам эта рубрика в катит, обязательно поставьте свой царский лайкосик. Подпишитесь на этот канал. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу гола Эдинса на Кавани. Может ли это претендовать на гол, весь гол в моей FIFA 22 Mobile. Всем еще раз спасибо. Всем пока, пацаны.